Восемь ученых из Саратова удостоены гранта президента России. Среди получателей награды молодые кандидаты и доктора наук, сотрудники крупнейших саратовских вузов. Об оцененной на высшем уровне разработки в нашем следующем материале. В лаборатории кафедры медицинской физики СГУ настраивает тепловизор. Это самый современный в мире аппарат, в пять раз точнее обычного градусника. С помощью высокоточной техники молодые ученые разработали технологию визуализации колебаний кровотока на поверхности тела человека. Значение разработки оценили на федеральном уровне. Автор проекта Андрей Сагайдачный получил грант президента России. Доцент СГУ использовал очевидную вещь, мимо которой прошли остальные ученые. На самом деле только подмышка 36,6, а на поверхности тела человека температура распределена очень неравномерно. И если мы возьмем градусник высокого разрешения и начнем измерение в каждой точке тела человека, в конечностях температура изменяется в зависимости от времени. Изменяется температура, меняется объем циркулирующей крови. Это фиксирует специально написанная коллегой Сагайдачного компьютерная программа. Мы используем математический алгоритм, преобразующий температуру в каждой точке, в новое изображение, в изменение объема крови. Можно видеть вены, визуализируются на поверхности тела человека. Эта разработка поможет врачам, не прикасаясь к телу, сказать, какие участки кожи больного повреждены и насколько серьезно. Незаменимая вещь при обморожениях, ожогах. Именно конечности страдают при осложнениях такого распространенного сейчас в обществе заболевания, как сахарный диабет. Самое главное, конечно, не доставка лекарств уже людям, которые без них существовать не могут, а упреждение этого состояния. И вот я надеюсь, и уже мои молодые коллеги начали движение по этому пути, что с помощью своей методики они смогут обнаруживать проявление этого заболевания на ранней стадии. Значит, здесь налажен хороший контакт с врачами. Грант в миллион 200 тысяч рублей Андрею Сагайдачному с коллегами дали на два года. Деньги ученые потратят на развитие и клинические испытания. Их разработку уже готовы опробировать в нескольких саратовских больницах.